В сегодняшней неделе мы, то и фарисеи, началась петься костная треодь. И нам с вами предстоит в очередной раз помянуть это евангельское чтение и обратить его на себя. Всем известна эта краткая евангельская история, это притча Христова о том, как два человека вошли в церковь и молиться. Эти два являются символом всего молящегося человечества. Поскольку Иерусалимский храм был один, там никогда не было такого времени, что было только два человека на молитву. Иерусалимский храм не закрывался. Он, так сказать, по-нашему говоря, работал днем и ночью. Утренняя жертва должна была на жертвеннике гореть до вечера, а вечерняя до утра. Священники несли службу недели, седмицами, по семь дней. Священники и левиты. Во время службы своей они не уходили из храма, а жили при храме. И храмовое богослужение располагалось таким образом, чтобы там была служба постоянно. Чтобы храм не был пуст, там были постоянно и иерей, и левиты, и молящиеся люди. Жертвоприношения различного рода праздничные и будничные, благодарные жертвы, жертвы обета, жертвы за грех совершились там постоянно. То есть, повторяю еще раз, то есть никогда не было так, чтобы там было пусто, как в наших храмах, например, ночью или между службами. Там сидит кто-нибудь на свечном ящике и больше никого. Там постоянно были люди. Поэтому, когда Христос говорит, что два человека вошли помолиться, то это не картинка с реальной жизнью. Что вот никого нет и два сошли. Это именно учение Христова о молящемся человечестве. Какие люди приходят в храм, с каким настроением, с каким сердцем. Это как Каин и Ави, это как дети доброго отца из притча о блудном сыне. Тоже два брата. Один ушел, другой остался. Один покаялся, другой разозлился. То есть эти два человека, это некий образ нас всех. И как мы видим, один зашел с грехами и покаянием, другой зашел с добрыми делами и гордостью. И Христос оценивает молитву каждого и выносит ей свое слово судительное. Мы не можем оценить свои молитвы. И иногда душа чувствует, что помолились хорошо. Но всегда лучше себя сдержать в оценках своей собственной молитвы, потому что молитву оценивает только тот, кому ты молишься. И на будущее имейте в виду, что нам надо воздерживаться от, допустим, вынесения себя от метки за молитву. Я сегодня много молился. Допустим, можно сказать, что я так. Я сегодня хорошо помолился. Или сегодня мне было так-то или так-то. Эти все вещи, они далеки от конечной истины, потому что оценить может только тот, кому ты молишься. Как качество твоего подарка, например, оценивает тот, кому ты его подарил. Вовремя, не вовремя, уместно, неуместно, хороший, плохой, залежалый или свежий. На тебе, боже, ж мне не боже. Это все известно только тому, кому подарили. И молитву мы дарим Богу. И Он сам уже, так сказать, благоухает, вернее, обоняет ее. Либо она ему смердит, либо она ему пахнет, либо ее ему много, либо ее ему мало. Поэтому, значит, здесь очень важная такая, мне кажется, вещь, это никогда не давать себе цены в плане своих добрых дел. Человек склонен к тому, чтобы назначать цену своим делам. Например, думает себе там, я добрый, я сделал то-то, то-то, то-то. Опаснейший образ мыслей, потому что это гибель всех добрых дел. И это такая борьба такая с Богом, такая самоценка такой. Пусть Он оценит твои добрые дела. Так же и в молитве. Значит, Христос оценивает намерения молящихся. Он слышит их шепоты, Он внимает их трудам и усилиям. Он их слышит. Один говорит, милости будем и грешному, другой говорит, хвалу тебе воздаю. И он принимает эти хвалы или отвергает, принимает этот покаянный шепот или отвергает. Сразу скажу еще, братья и сестры, что дом Божий, храм святой, это дом молитвы. Об этом сказано и написано, дом мой, дом молитвы наречется во всех языцах. Значит, заходить в храм Божий нужно для того, чтобы упражняться в молитве. Вы никогда так не помолитесь дома, как помолитесь в храме. Поэтому, приходя в храм Божий, пользуйтесь этим временем. Здесь вам будет легче сконцентрироваться. Вам будет легче выжать из себя слезу или вздох. И вздох ваш пойдет стрелой на небо. Усиленные молитвы иерея и всех людей, собравшихся. Поэтому не тратьте бестолку время пребывания в храме. Относитесь к своему пребыванию в храме как к школе молитвы. Вы здесь учитесь молиться. Нам придется еще молиться не раз и не два в стесненных обстоятельствах. В состоянии угрозы, опасности, уныния, тоски, какие-то колебания и потрясений наших личных или всей страны, или всего мира. И тогда нужно будет показать свою силу. Что ты не сомневаешься в Боге. Что ты имеешь веру. Что ты можешь собраться. Что тебе нужно вот сейчас возопить. Возопих ко Господу и услышь имя. И для того, чтобы тогда так было, нужно, чтобы сейчас мы тренировались. То есть мы здесь, так сказать, в учебных условиях. Как говорил Суворов, тяжело в учении. Легко в бою. То есть чемпионы куются не на олимпийских дорожках, а в спортзалах. То есть там, где проливается пот и тренировка происходит, там куется будущий чемпион. Когда соревнования, это уже просто-напросто контрольное взвешивание и так далее. Это уже просто видно, как ты проводил это время. И беды наши, и радости наши, и успехи наши, и падения наши. Это всего лишь на все контрольные закупки. Это просто мазок. Это проверка. А все, что настоящее у нас есть, это происходит в тайне нашего сердца, в простые и обычные дни. Поэтому нам надо учиться молитве. И приходить в храм нужно именно с молитвой. Вот человека два внедоста в церковь, помолитесь. Не внедоста в церковь, поболтайте. Не внедоста в церковь, походите из угла в угол. Два человека внедоста в церковь, там поздоровайтесь друг с дружкой. Как дела ваши, значит, Иван Иванович. Хорошо, Иван Семенович. И так далее. Не для этого внедоста два человека в церковь. Помолитесь. И даже при том, что они пришли только молиться. Молиться и больше ничего, кроме молитвы. И даже при этом они такие разные. Господь одного принимает, другого не очень принимает и так далее. И Он оценивает, взвешивает эти души молящиеся. Это все довольно всем известно. И здесь я, так сказать, прохожу по верхам всем известного текста. Что мне кажется очень важным, то, что я лично никогда не слышал, и сегодня вам это с удовольствием скажу. Что общего между фарисеем и мытарем? Их объединяет тема денег. Денег. Мытарь – это человек корыстный. Он бы не был мытарем, если бы не любил денег. То есть он собирает подачи, прекрасно зная, что прилипает к рукам. Если ты сало носишь голыми руками, то какой честно не будь, а руки будут жирные. Прилипает. Оно все прилипает. Возле змей жить всегда приятен. То есть с чем бы ни занимался, оно прилипнет. Поэтому мытарь пошел на мытаря именно потому, что деньги любит. Это двигатель, так сказать, жизни, значит, различных обществ наших и прочих. Это великая сила для слабого человека. Иногда бывают такие ситуации, когда власти нет и не будет. Там красоты не было и уже не будет. Там того-то не было. А что остается? Есть всесильное алхимическое средство. Деньги дадут мне все. Пусят меня во власть. Купят мне красоту. Подарят мне удовольствие. Это великая алхимия заключена в этих бумагах и в этих металлах. И люди страстно любят деньги всегда и везде и всюду. И мытарь для того и мытарь, что деньги любят. Не будем спешить его осуждать, потому что трудно найти человека, который бы их не любил. Особенности в нашей этой каиновой цивилизации, цивилизации фарисеев и мытарей. Это наш день ангела сегодня. Сегодня можно так, кстати, шутя сказать. Днем ангела, братья и сестры. Дорогие мытари, дорогие фарисеи. Потому что мы немножко мытари, немножко фарисеи, а вот денюжка, она соединяет тех и других. А фарисеи почему серебро и фарисеи? В Евангелии прямо написано, что Христос знал, что они сребролюбивы. То есть у них мотив жизненный, внутренний было показать себя праведником, подчиславиться от любви народной, преуспеть в изучении закона, и они были сребролюбцы, Господь говорит. Поэтому он там говорит в поучениях своих, фарисей слепой, ныне ты очищаешь внешнюю сторону, стклянется или блюдо, а внутри вы полны всякой мерзости. И дальше говорит им, подавайте милостыню из того, что у вас есть, и тогда у вас и внутреннее, и внешнее чисто будет. В этих словах Господь обличает главный грех фарисейский, это сребролюбие, и указывает на лекарство, на милостыню. Оказывается, милостыня может очистить человека и снутри, и снаружи. Великое дело, которое тоже мы, так сказать, ну нельзя свести только к подаянию какой-то небольшой копеечки в протянутую руку возле храма. Вот во всем, в нашем храме этого нету, в силу вам известных причин. А вот те храмы, которые не на режимных территориях, а просто среди города, там везде есть нищие. Обязательно 1, 2, 3, 5, 25. И они должны там быть, и они там всегда будут. И если их там не будет, это храм не настоящий. Потому что кто-то возле храма должен кормиться именем Иисуса. Кто-то ради Христа, христорадничек какой-нибудь, пьяненький или трезвенький, там старенький или молоденький, на двух ногах или на одной, значит, должен обязательно ради Христа получать в руку копейку для того, чтобы от нее кормиться. Там, где этого нету, там благодати просто нету. Нищие из-за собой благодать носят. Христос был нищим. И на нищего глядя можно всегда думать о Господе, который, как говорит апостол Павел, обнищал нас ради. Будучи богатым в славе, он стал как нищий, как бедняк, босой, в одетую простую одежду, путешественник и странник по этой бедной земле. Господь обнищал, поэтому на нищего глядя всегда можно про Господа вспомнить. И обязательно возле храма должны питаться именем Христа люди, протягивающие руку. Это приносит храму благодать. И когда священник не домолится, люди что-нибудь не поймут и не сделают, то нищий помолится, говорит, нищий, ох, а за ним Бог. Так что, милостыня, повторяю, вернемся к фарисеям, имеет власть очищать человека и изнутри, и снаружи. Христос знал об этом и говорил им об этом. То есть христос были завистливые и деньголюбивые. Они умели и знали, как заказать невинную кровь за деньги. Христос был куплен за деньги, то есть у них это в голове было, как можно купить злодея, значит, с тем, чтобы он навел поклёп на невинного, дать ему денег и пролить невинную кровь. И этому было известно. Они знали, что иногда деньги пахнут кровью, и они готовы были этот запах обонять. Иуда, это тоже тема, кровавая и денежная. А вчера, в прошлый раз, в прошлое воскресенье, мы про Закхея говорили, и тоже говорили, что он тоже был богатый. И когда Христос пришёл к нему, у него в душе всё перевернулось, и он половину сразу отдал бедным, а потом всех обиженных вознаградил четыре раза. Тоже денежная тема. Как много денег в Евангелии оказывается. Куда ни ткни нос, везде на деньги наткнёшься. Там везде деньги, 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 деньги. И вот фарисея и мытаря объединяют денежная тема. Только мытарь кается в том, что он жадный, что он дерёт шкуру с людей и себя не забывает. А мытарь не кается. Мытарь, наоборот, хвалится тем, что он отдаёт десятину от всего великопритяжа, то есть всё, что он приобретает, он так саделится, ну и так далее. Так вот, оставим теперь мытарей, оставим фарисеев, теперь давайте, так сказать, заключительно скажем пару слов про деньги, потому что мы живём в этой цивилизации мамоны. Самые милостивые люди, самые добрые люди, самые, так сказать, расположенные и благорасположенные к ближним люди находятся в некоторых пунктах сребролюбия. Нам всё кажется, что нам их мало. Мы всё боимся, чтобы они совсем не исчезли. Иногда у нас есть зависть к тем, у кого их больше. Иногда мы любим подсчитывать чужие деньги в чужих карманах. И говорим там, а вот они украли. Или, а вот они там что-то там приобрели неправедное. Эти разговоры есть у нас. Это всё обличение нашего тайного недуга. Потому что мы сребролюбцы в душе своей. И сребролюбие вылазит из нас и ушами, и носом, и всяко по-всякому. Оно просто лезет из нас через зависть, через умение заметить, например, на ком-то красивый перстень или новую шубу. Кого-то заметить, например, в дорогой машине и быстро в голове прокалькулировать, сколько она стоит и сколько нужно проработать официально, чтобы купить её. А раз официально ты её купишь только за 300 лет, значит, запятая и дальше по тексту. Это наше с вами такое тотальное сребролюбие. Потом ещё мы забываем с вами, братья и сестры, что Господь Бог является полным хозяином всего того, что в мире. Всего, включая деньги. Бумажные деньги он может обесценить. Золотые, значит, они все его, как любой металл, находящийся под землёй, или уже добытый руками человека. Господь хозяин всего вещества земного. Он хозяин моего здоровья. Если я им плохо пользуюсь, то всё равно Бог хозяин. Я буду наказан за плохое пользование своим здоровьем. Хорошо пользуюсь, там будет как-то другой будет цена. И так же и с деньгами. Он хозяин денег. Я только должен правильными пользоваться. Пожалуйста, не забывайте, что ни Ротшильды, и ни Рокфеллеры, и ни другие, значит, мега-капиталисты, какие-нибудь там и тайные, эти, значит, составители тайных схем управления миром, кибернетика этой всей мировой, являются хозяевами того, что на земле. Ничего подобного. Надо отдать славу Богу и сказать в сердце своём, всё, что в мире есть, видимое и невидимое, находится в руках Отца Небесного, который полный хозяин всего, в том числе денежных запасов и всех тех, кто ими распоряжается. Нужно на этом стать твёрдо и стоять. Если нужно тебе, проси, он даст. Ему не жалко. Ему только нужно, чтобы ты умел распоряжаться, чтобы ты не испортился. Потому что человек, как вы сами знаете, догадываетесь, портится ведь чаще всего не в беде, а в изобилии. Человек гниёт именно вот в сладких ситуациях. Он, когда холодно, он, так сказать, начинает двигаться, чтобы согреться. А когда ему хорошо, он начинает гнить и разваливаться на части. Поэтому часто того, чего у нас нет, мы не получаем по неумению использовать или по предведению Бога о том, что нам будет хуже. Но не сомневайтесь в том, что Бог, хозяин мира, и вообще слово Бог, оно у нас санскритского происхождения. То есть у нас вообще индоевропейская семья языковая. Мы с вами индоевранцы по языку. То есть корни нашего языка там. Слово Бог, это слово, значит, происходит от санскритского слова Бхаг, которое означает богатый, имеющий всё. И у нас, собственно, и в языке нашем богатство, оно однокоренное словом Бог. Бог и богатство, это однокоренные слова. То есть Бог богатый всем, здоровьем твоим и моим, долголетием твоим и моим, детностью и бездетностью, заболеванием и выздоровлением, всем веществом мира, всем, что нужно человеку. Зёрнышко даёт власть прорасти из земли и превратиться в колос. Солнышко даёт силу посвятить на зелёный листочек и дать ему энергию, чтобы оно накормило корову, корову молоко дала. Это всё Божие дела. Когда мы физику изучаем, мы Божий закон изучаем. Когда мы биологию изучаем, мы Божий закон изучаем. Когда мы любую науку изучаем, мы Божий закон изучаем. Это всё у него, включая деньги. Есть такая иллюзия такая, что добру всегда не хватает денег. По нашим грехам так бывает очень часто. Но в принципе так быть не должно, потому что именно на добро должно всегда денег хватить. Нужно всегда уметь собрать необходимое и дать выкуп за кого-то. Собрать необходимое и заплатить за операцию кому-то. Собрать необходимое и снарядить в школу многодетную маму, которую муж бросил детей, наверное, и оставил, ей даже в тетрадах не за что купить. У нас всегда есть и должна быть возможность собрать необходимое и залечить эту рану мира, эту рану мира, эту рану мира. Это в наших силах. По причине сребролюбия своя рубашка ближе к телу, свой карман всегда согрет. И человек делится с неохотой. Нам надо научиться делиться, научиться замечать чужую беду. И мы все вместе по отдельности нет. Это невозможно. Один человек здесь ничего не значит. А вот все вместе мы можем и должны и обязаны накладывать пластырь на эти язвы мировые, которые всегда так или иначе связаны с деньгами. Не бойтесь бедности. Не тревожьтесь о деньгах, когда их мало. И не радуйтесь сильно, когда их много. Как говорит Псалом, богатство, если течет, не прилагайте сердце. Оно все проходит и все останется. И в карманах, если вы видели покойников, вот в нашем храме у нас не проходит похороны. Это наш, кстати говоря, минус. Потому что вот хоронят человека, и ты не знаешь его. А постоишь в уголку, послушаешь панихиди, посмотришь на плащущих сродников. И я тебе уверяю, это будет лучше, чем несколько хороших почитанных книг. У нас нет здесь похосла. Пусть не будет. Пусть будут все живы в гимназии, работающие, трудящиеся, учащиеся, преподающие, детки, родители. Пусть будут все живы всегда. Но нам этого не хватает. Потому что ничто так не бьет по голове человека, как вдруг вот это зрелище оборвавшейся нитки. Порвалась струна. Погас огонь на алтаре. И вот когда человек... А вы видели все наверняка умерших людей и целовали холодный лоб покойника, того или другого родственника или знакомого, и держали его за руку, говорили, прости меня, Господь с тобой там прощает, до встречи. Вот то нет ничего в руках у человека. У человека ничего в руках нету. Карманы пустые у человека. Одетый человек в гробу лежащий имеет абсолютно пустые карманы. Там нет кредитной карточки. Там нет никаких долговых расписок. Там нету наличных денег, монетам или бумажек. У него ладони разогнуты. Он даже ничего в руку взять не может. Когда человек рождается, у него ладошки сжаты в кулачки. Человек рождается эгоистом, который хочет весь мир в кулачок зажать. Он как бы маленький такой, синий, кричит на всех. Говорит, сейчас я вам тут все покажу. И всем так и кулаком говорю, вы еще не знаете, кто родился. Сейчас я вам что-то всем дам дрозда. Вон я пришел, как бы, сейчас наведу вам порядок. Я сейчас все в кулак возьму. Он кричит, когда рождается. А потом, когда умирают, он разжимает свои бедные ручки, значит, и ничего там нет. Только разве что там пропихивает в эти похолодевшие суставы священник эту молитву разрешительную. И все. Нам тоже нужно это знать. Нам тоже смотреть на это нужно. И знать, что все пройдет. Богатство пройдет, и здоровье пройдет, и красота пройдет, и бедность пройдет. Скажи бедному. Не переживай, ты не навсегда бедный. Бедность твоя пройдет. Скажи богатому. Ты не дергайся, потому что богатство пройдет. Как пройдет оно, скажите это, если не ему, то себе, чтобы вы ему не завидовали. Потому что если вы ему завидуете, то вы тоже вместе с ним виноваты. Сребролюбие – это страшная язва. Это жуткая воронка, которая не хочет останавливаться в своем верчении и засасывает на самое дно миллионы людей. И бедных, и богатых, неважно. Сребролюбие – это не тот, кто имеет много. Сребролюбие – это тот, которому вечно мало. Которому не хватает. Вот это сребролюбие. Обладатель, например, там, третьей строчки в рейтинге Форбса, желающий войти на первую – сребролюбие. И человек, сидящий, например, там где-нибудь на углу, там, с шляпой перевернутой, подсобирающей милостью, и завидующий тем, кто проезжает мимо него на хороших машинах – тоже сребролюбие. Они одинаковые сребролюбие. Это состояние сердца. И сегодняшняя наша цивилизация – это цивилизация сребролюбия. Поэтому, когда заходят в церковь помолиться люди, фарисеи или мытари, в любом случае заходят сребролюбие. Вот два человека в недоста в церковь помолитесь. Один фарисей, другой мытарь. И тот, и тот любит деньги. Один только кается в этом, а другой даже замечать этого не хочет. И это мы с вами. Это мы с вами. Значит, мы, так сказать, завязаны телевизором, воспитанием, книжками, учебой, образованием, жизнью, нуждой, потребностями, грехами на вот эту денежную тему. Значит, вот давайте с вами сегодня несколько вещей унесем в кармане, в сердце, в кармашке сердца. Потому что Бог хозяин всего мира. И денег тоже. Он дает кому хочет и забирает у кого хочешь. Оно, значит, золотое превращается в глиняные черепки. И наоборот, как у спиридонов в житии, там змея становится золотой, чтобы долги раздать. Оно все меняется. Бог хозяин вещества, в том числе и бумаги, и дорогих металлов. И врачевать свою душу от этой беды необходимо некоторыми вещами. Во-первых, нужно обрезать свой ум от помыслов суетных. И никому не завидовать, исправить глаз свой. Главное – исправить глаз свой. Что если глаз мой темный, я смотрю на человека и просчитываю, что на нем одето. Где куплено? Сколько стоит? А сегодня видел его, а вчера он был в другое одет. И я начинаю там фантазировать. Это ж сколько у него там шкафов вещей, где он это покупает? Это значит, что я уже умер. Это значит, что во мне уже души нет. Во мне все черное. Я обугленный изнутри. Если я замечаю чужие машины, чужие золотые зубы, чужие поездки по заграницам – все, я мертвец, он может не разговаривать. От меня уже воняет. Исправляйте глаза свои. Никому не завидуйте. Будьте как дурачки, как Чукча будьте. Вот Чукча покажи, например, Бентли. А рядом с ним поставь Феррари. Он скажет, как тебе эти… Какая машина, как называется? Говорит, понятия не имею. Там четыре колеса, здесь четыре колеса. Тут двери железные, тут двери железные. Тут фары мигают, там фары мигают. А как оно нам называет, сколько стоит он не понимает этого? И вы не понимаете. То есть, отвяжите сердце от этой калькуляции чужих богатств. Не смотрите на богатых, не завидуйте ей. На бедных смотрите, чтобы помочь ей. И, конечно же, врачуется душа милостыни. То, что Господь добрый сказал злым фарисеям, что если начнешь продавать из того, что у тебя есть, у тебя будет и внутреннее, и внешнее чисто. В Ветхом Завете сказано, что милостыни от смерти избавляют. Из ада вынимают милостыни. Добрые дела человека поднимают из самой глубины. А в Евангелии сказано, оказывается, что оно не только снаружи благословляет человека, оно делает у него и внутреннее, и внешнее чисто. Вот это то, что я бы хотел вам сегодня сказать, дорогие христиане, в преддверии покаяния, потому что нам нужно будет не только поститься в Великом посту, но нужно будет еще и подавать милостыню. И нам нужно думать, включить, так сказать, соображалку, каким образом можно помочь тем, кому очень нужна помощь. Я имею в виду те, которые не могут заплатить за квартиру, те, которые не могут купить лекарства, те, которые не могут совершить что-то необходимое для жизни. У каждого из нас могут быть такие знакомые друзья, и нам нужно думать, каким образом мы все вместе, копейка по копейке, копейка по копейке, капля по капля, река потекла. Есть такая персидская пословие. Чакон-чакон, бахар-башар. Немножко-немножко, и все наедутся. По чуть-чуть, и всем хорошо. Нам надо думать, как помогать друг другу. Обязательно. Чтобы мы думали не только про себя, но и про других. Этим мы очистим и внутренне, и внешне. И то, и другое будет чистить. Но, значит, что касается приближения к посту, то мы, три фарисеи, отменяют пост среды и пятницы. Чтобы мы уже, так сказать, не помолимся фарисейски. Братья там так поется. Значит, будем взывать к Богу, помилуй меня Божий, повелиться милости Твоей. Поэтому на неделе поста нет. И уже остается совсем немножко для того, чтобы войти уже, собственно, в Великий Пост, чему нужно заранее радоваться. Поздравляю всех вас с воскресным святым днем. Прошу помолиться Богу о здравии нашего регента Елены. Из того не всего, так сказать, у нее было такое посещение болезненное. И вот каждый человек в каком-то смысле ключевой на любом месте. Вот вырвать человека с места его, и уже обнажается целый фронт. Вот, например, регент, священник, директор, доктор, преподаватель. Вот вдруг был-был человек, все привыкли, что он есть. Потом бахнет его. А где он там? А нету. Или уехали, заболел, не дай Бог, умер такой. И все. И ты вдруг понимаешь, что, а, стоп, не клеится. А где найти замену? А замен трудно находить. Самый большой дефицит в мире – это людей. Это нам кажется, что дефицит в мире – там только денег, там еще что-то там. Да нет, деньги будут, людей не хватает. Спросил в любой больнице, вам чего не хватает? Ну, конечно, денег, а больше всего. Специалистов, людей, ответственных людей на своих должностях. А в армии кого не хватает? Ответственных людей на своих должностях. А в педагогике кого не хватает? Ответственных специалистов на своих должностях. А в церкви кого не хватает? Ответственных специалистов на своих должностях. Каждый человек очень дорогой. Каждый человек очень дорогой. Поэтому надо беречь людей. Людьми не разбрасываться. Раньше такая была дурная пословица – бабы еще нарожают. Не нарожают. Уже не нарожают. Это когда еще рожали по 15, еще можно было так сказать. И то было неправильно. И то неправильная пословица. Уже никто никого не нарожает. Сейчас надо ценить каждого отдельно взятого человека. Вот за рейдингом нашего помолитесь Богу, чтобы была здоровая. Вам всем, неделю мытари фарисея, желаю от сердца знать свои проблемы и относиться к ним серьезно. То есть не делать глазки Богу, а знать, чем вы больны. И лечиться, что здесь у нас лечебница. Здесь мы лечим свою бессмертную душу. Желаю вам, чтобы Господь вас никогда не окунул в бедность и всегда у вас было то, что вам необходимо. Закончим словами премудрого Сираха. Он говорит так. Две вещи попрошу у тебя. В двух вещах не откажи мне. Бедности и богатства не давай мне. В бедности я начну хулить имя твое. В богатстве я тебя забуду. Дай мне то, что мне нужно. И за это спасибо тебе. Примерно так говорит премудрый в одной из библейских книг. Поэтому я желаю вам, чтобы вы не были опасно богаты. И чтобы вы не были до уныния бедны. Желаю вам, чтобы вы имели все то, что вам надо. Тютелька в тютельку. И были благодарны Богу за это. И знали, что Он взвесил дыхание наше. Подсчитал голосы наши. Смотрит на нас в глубину и зрит все. Все движения сердца нашего. Что Он хозяин наш. Творец наш. Царь наш. Искупитель наш. Он все наше. Он наша Альфа и Омега. Начало и конец. И все наше. Вплоть до последней копейки в кармане. Все от Него. Ему слава и держава. Честь и поклонение. Во веки веков. Аминь. Христос воскресе. Христос воскресе. Целуем крест и с миром по домам. Редактор субтитров А.Семкин. А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова 熟 vessel